Девушки отдыхают Мама, если странно, она будет еще холодной? Очень. Одеть надо кофту и куртку. Мама, можно на фуршу летку кодовки? Нет, в ней холодно, надо куртку. Куту одену потом. Куту одень, да. Мама, можно сандали? Ты что? Калошу одевай, кофту одень. Вот такую кофту надень. Мама, у них есть калоша? У нас тоже есть. Они в кроссовках пойдут. И ты в кроссовках. В общем, я... Я хочу гороших. Оденьте кофту и куртку. Я сейчас пойду помогу ей одеться. Я сижу на комментариях, отвечаю. У меня есть немножко времени. Папа еще не приехал. А папа еще почему так долго едет? Ну, машину ремонтирует. Держи. Там держи. О, какая, смотри-ка, у тебя сестра заботливая. Иди. В общем, хочу вам порекомендовать многодетную семья Серовых. У них особенный ребенок. Вот. Осталось им до тысячи совсем немножко. Дорогие мои, я вас очень прошу, помогите этой многодетной семье. Ну, вот им чуть-чуть осталось набрать до тысячи. Сейчас же вы знаете, что нужно тысячу подписчиков, чтобы им включили монетизацию. Вот, ну, чуть-чуть осталось. Это не реклама. Просто я хочу помочь. Очень часто меня обвиняют, что я там за деньги. Нет, многим я помогаю просто так. Живут они в Белоруссии. Мне очень нравится, конечно, Белоруссия. Там у них так чисто, все так хорошо. Очень интересно за ними наблюдать. Ссылку на их семью я оставлю, на их канал я вам оставлю под видео. Пожалуйста, помогите моим подписчикам. Это будет нетрудно сделать, помочь многодетной семье. Тем более, с особенным ребенком набрать тысячу подписчиков. Огромное вам всем спасибо. Также хочу порекомендовать вам вот такой канал. Идеи для творчества. Очень много тоже интересных видео. Тут фиг прайс всевозможный. Орхидеи, тесто для чебуреков. Вот, и на этот канал я вам тоже оставлю ссылочку. Не знаю, сколько тут, конечно, подписчиков. Но канал очень интересный. Тут как за орхидеями ухаживать. Ну и все остальное. Я сама впервые на него зашла, конечно. Хотя у меня часто пишут комментарии с этого канала. Хозяйка, видимо. А может, хозяин. Не знаю. Надо будет глянуть, конечно. Ну, не так много у меня время на то, чтобы смотреть все каналы. Я думаю, и этот канал тоже найдет своего зрителя. Так же, как и канал Многодетная семья Серовых. Ссылки на эти два канала я вам оставлю под видео. Огромное вам спасибо за участие в семьях с особенным ребенком. А когда покушаете? Когда покушаете, да. Ну что, понравилось ездить? Да. Что, папа, сделала все? Оштанавливала милиции? Нет. Сейчас? Угу. Мама, я хочу... А, нет. Что ты хочешь? На улицу. На улицу. Давай покушаем, Том. У меня картошка такая вкусная. Вместе с папой покушаешь, а? На мне картошку. Ну, всем картошку. Так, ладно? А. Ты хотела чипсов? Да. Ох, папка, чипсов набрал. Спасибо. Чипсов набрал. Мама, и тут еще? И тут еще. Ух. Мало у нас конфет, да? Да. Так, все будем кушать. Убирайте все со стола, будем кушать. Комару кусил? Да. Уберу. Ой, 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 ой. Ладно, буду всех кормить. Так, купили планеты одежды, обуви. Посмотрите, какие брюки хорошие. Не брюки хорошие, джинсы. Они первые на вас попались. Ну, круто. Ну, еще хорошо. Видите, какие высокие? Сейчас такие, во-первых, сейчас так модно, такие высокие и такой цвет. И вот такая футболка. Убираем белую. Белая у меня есть. Сера. Серых тоже много. Зеленую. Давай зеленую. Ну, да нормально. Зато не слишком яркая. Ну, все. У меня тоже зеленая есть. Мы сегодня одинаково пойдем. Я сейчас пока уйдала себе зеленую футболку, и так такие же зацепили. А, ну, ладно. Еще белые кроссовки. На дискотеку пойдете. Ой, я что? Я затепилась. А ты паспорт с собой привезла? Я не знаю. Алина мне написала, а у меня интернет там не было. Не прочитала. Ну, ее, может, так пропустят. Да, короче, выгонят. Будешь под окном стоять, смотри. Алинка показывает мастер-класс, как красится. Вика, ты уже накрашилась? Так, маленько. Я не крашусь, как она. Бурет. Точно так же, как я, накрасилась. У меня вот это вот. Это что такое? Кстати, Алина наращивала ресницы. Сказала, мне проще накраситься. Мама. У меня вот одна тащи здесь наручная. Настя, мы будем находить. А что случилось? У меня золос наращиваем. Первый день неудавно было. Они тяжелые были, глаза уставали. А там привыкла. Антоха. Антоха завтра приезжает. Хотели поехать завтра в Ачинск паспорт получать. Алину. Мам, ты что, Антон приезжает. Короче, не поедем. Все, собрались они на дискотеку. Я прям так в пижаме не пойду. Нет, я потом поснимаю, о чем-то пойдешь. О, еще одна тут красота. Собираться куда-то. Нет, 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 нет. Стихка заводит. Машка, ладно, я не забрала. Тимон, те нас никто не будет. Все меня будут. А я не знаю, тебя пропустят или нет. Не пропустят, буду смотреть в окошко. А кто сейчас в дискотеку ведет? Аленка? Нет. А кто? Мурочев. У тебя есть другой ремень? А, Мурочев. Алина. Что тебе? Есть другой ремень? А, а. А мама, у тебя же был, по-моему, такой ремень? Как в черном. А, есть. Да что там? А, это футболка, которую я тебе выбрала. Надо было яджинсы потенее, чтобы темно-светлое. Нет, нормально. Даже немножко похоже. Смотрите. Только у тебя и голубей они. У Дариночки точно такие же есть, как у Вики. Темно-силей. Тоненькие-тоненькие. Есть такие короткие джинсы. Тоненькие. И малейшие порвуньки. Да сейчас порвуньки, по-моему, уже все не в тренде. Да, вообще, это куда-нибудь было в тренде. Я никогда не носила порвунь. Я еще это носила. А, нет, я носила. На коленке у меня были порванные. Одну сделала, вторую прорезали. Ну, все, собрались. Потом узнаем, пустили Вику или нет. Ну, Вике, 15. В этом году 16. Ну, да, 16 почти. Поэтому. Ладно, девочки. Пока. Долго не гуляйте. Так, а мне что делать? А ты мне что даешь куртку? Одень свою зеленую. На улице холодно. А Вика, твою синюю. И все. Ты, наверное, в два раза тонешь. Ладно, я короче буду. Ну, ладно. Настя тут сидит, ругается. Я только пришла. Вы меня достали. Нет, я не потому, что они меня достали. А что? Женя такая, когда ты уедешь? Я говорю, я только приехала с больницы. Да, я хочу. Я говорила, чтобы ты не уехала вообще. Томка тогда тоже. Что приехала? Томочка, сними немножко костюмчик. Том, покажи, какая у тебя. Сними костюмчик. И она еще сидит. Во. Смотрите. И она рассказала, что еще сидит. И она рассказала. И она рассказала. А мне котенка. Гуля, она пошла. Девчонки собираются. А я вспоминаю. Сейчас Вике 15. Я 8 классов закончила. Мне тоже было. Тома, иди сюда. Постой. Том. Мне тоже было 15. Девчонки придут за мной гулять. Где-то 8-9. Мама такая, пока корову не подоешь, никуда не пойдешь. У нас всегда две коровы в маму держала. Я мама. Я тебе сказала, корову пока не подоешь. И тащишься с этим ведром, пока корову подоешь. Только потом шла гулять. А знаешь, что еще? Пойдешь корову доить. Я не могла доить просто так. Я возьму лбом в корову у пруссия. Вот так. Я ползаю так раньше, чтобы было в лбом у пруссия. Ну. В общем, я в корову в бом у пруссия. А между прочим, у коров тоже вши есть. Вот такие маленькие беленькие. Меня как накусают лоб, блин. Ну, они никогда не приживались в голове. Ну, это я вот прекрасно помню, что мама всегда... Да ты одень платок, ты что? Ну, обычно мы, конечно, платок одевали. Но бывало так, что упрешься... Она мне давала доить корову милку всегда. А красулю сама доила. И я милку доила. Ну, будет звезда такая, типа, летит. Да. Если хочешь, можешь звездочки еще закрасить. Ну, надеюсь, к понедельнику это все сойдет? А? Нет. Ужас. Мам, у меня же закрыто будет. Вот у меня была... Мама, у меня вот была вот тут. Она смылась вот. Ну и что? Все равно некрасиво как-то. У нас Елена Яковлевна не ругается. Она сейчас там... Наоборот... Заня, ты завтра в школу не идешь. Иду. А Тольинька сидела у нас такая была. Она вообще ответственная девочка. Вообще. Ее за это всегда в школе хвалят. Если надо, она вот прям ответственная. Тома, не дави! Надо, значит, надо. Никаких прогулов. Никогда. Ты любишь. Да, 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 да. И Сашка любит. Ну? Считай, что могу себе позволить. Ну, конечно. Может, мне себе позволить. Ну, с чем я такую фигню сделала? Мам, ну, фигня. Это Пикачу. Пикачу похожи. Ну, порсенка немножко. Прям вот. Покажи. У Тома похожа, а у тебя прям на поросенка. У Тома единорожка. Вот сменение прям вот эту прям, которая висит. Вот потом узнаешь, кто это. Это сейчас. Ну, понятно. Так там же есть лимон. Его вообще можно выдавливать и выдавливать. А я что-то несла. Ага. Дима сегодня так, мы так хохотали. Пытался Нашке выдавить. Целый лимон в кружку уронил. Вот мы пробуем колбасу. Паштет, который присылали, мы уже съели. Вкусит? Да. Да. Свой понравился. Он свиной. Да, да. Да, помню, вот есть такие вот маленьких продаются, они куриные. Вот они тоже очень вкусные. Ну, они такие малюсенькие вообще. Учаги покупались всегда, да? Утром. Есть. Ну, именно. Пушите. Именно это я и сказала. В общем, сегодня Насте сообщили, но это не точно. Что 10-го числа можно вещи забрать. Дают полчаса. Да. Полчаса на то, чтобы забрать вещи. Это просто, видимо. Зайти и выкинуть в окно. Ну, дезинфицируют тебя. Ну, вообще боятся. А потому что в Красноярске в одном общежитии университета федерального СФУ нашли коронавирус. Короче, дали 3 дня. Записываться надо. Каждый по времени записывается, чтобы толпа не создавалась. У нас сегодня не успело записаться. На 10-е хочет. Кто-то там на 11-е, на 11-30. В общем, попробуйте записаться на 11-30. Что нам доехать, еще надо будет успеть. В общем, я тоже попробовала. Леночка, колбаса просто. Ну, прям мясо. У нас я такого давно не пробовала. Прям вообще. Не, у нас, может, продается на дорогами кошелечек у нас это. Вкусно? Очень. Настя, лимон. Я вообще так люблю лимон. Выйти у нас тут скорпион. Это мы... Я забыла, как магазин называется. Заказывали. И вот он у нас постоянно там лежит. Надо отмыть вот эту штуку. Ионизированный. Да, да, да. У нас вода очень плохая. Быстро все марается. Видите, тут чисто вот от воды. Но лёд вот этот образуется. Так, ладно. Пейте, тут ешьте. Сюда мойку. Тома, пойдемте спать. У нас в гостях Вика. Поэтому девчонки будут ложиться здесь. Я с папой. А Вика там. Там даже одно место свободно останется. Так что нам можно еще гостей. Да, дочи? Два. Почему? И где еще второй? Ну, посчитай. Дарина наверху. Два места останутся, потому что Алина с Викой вместе спят. Неправда. Ничего не не вместе. Дарина на своем, Алина на своем, Вика на твоем или на Женином. Одно место свободное. Еще даже. Но это так, когда гости приезжали, они вместе спали. На Жениной кровати. Да? Не помню. Мам, на моей Вике будет спать, потому что подушка Сашкина. Там у нас наверху подушки есть в запасе. Только наволочку сделайте, все. Так, все, давайте ложиться спать. В общем, дети решили, завтра на площадку не пойдут. Женя хочет. Ну, доча. Давайте поспим один день. Два дня. Ладно, если я проснусь, значит, я тебя выпровожу. Нет, так, значит, будешь дома. Ну, пожалуйста, стой. Саша, ни в какую не хочет. Женя хочет. Девять часов. Тома тоже не хочет. А как? Так, ладно, давайте, доченьки, спать, говорит, пока. Я не знаю, я, может, сегодня фильм какой-нибудь посмотрю, раз завтра рано не вставать. А сашка, может, с реал какой-нибудь посмотрю. Мам, это, завтра рано не вставать. Да. Ну, ладно-то. А я буду спать. Я люблю спать. Я буду спать. Мам, а яблоко у нас есть? Все, ну. Потому что у нас яблоко есть. Да. Целое большое яблоко. Вот так, нет, доченьки, давайте спать ложиться, милый. Еще вы заболели, кстати, зубы не почистили. Так, быстро зубки чистить. А яблоком зимой надо почистить. Нет, никаких яблоком чистить. Все, чистите зубки, ложитесь спать. Томочка. Нет, 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 нет. Иди сюда, иди. Покойно. Да, говори всем пока. Мам, смотри, сколько мы. Ну, зачем ты, не порти так. Говори всем пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока. А я не буду в садик идти. Нет, нет, выходной. Посмотри, где я. Я сюда залезу. Я маленькая. Ты маленькая. А можно умолить малюсеньких туда. Ну, упадут, больно будет.